7 ноября в нашей стране отмечается общегосударственный праздник – День Октябрьской революции. Беларусь – одна из немногих стран постсоветского пространства, кто сохранил традицию отмечать этот праздник. 7 ноября для нас хороший повод, чтобы вспомнить об истории. 7 ноября наша страна отмечает День Октябрьской революции. Все дальше и дальше мы отдаляемся от этой исторической вехи. И уже Великий Октябрь называем событием минувшего столетия. Сохранение в Беларуси 7 ноября в качестве общереспубликанского праздника – это свидетельство того, что прошлое забывать нельзя. Революция 1917 года стала одним из самых значительных событий XX века и коренным образом повлияла на ход дальнейшей истории. Люди получили право на труд, на образование, на отдых, право участвовать в управлении страной. Традиционно в День Октябрьской революции на площади имени Владимира Ильича Ленина у памятника вождю собирается городская общественность. Члены Коммунистической партии, общественных объединений города. Революция, которая дала право народам на самоопределение. Революция, которая дала право жить народам в мире. И в результате этого события народы Финляндии, Польши, прибалтийских стран получили реальное право на независимость. Мы живем с вами сегодня в свободной Белоруссии, в социально ориентированном государстве. Как неоднократно подчеркивал наш президент Александр Григорьевич Лукашенко, сегодня Республика Беларусь это по сути не просто социальное государство, это социалистическое государство. А на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным он говорил, что большевики в свое время могли большие горы сворачивать. Я поздравляю всех жителей города нашего славного Пинска с этим праздником. Хочу еще напомнить, то, что завоевано нашими отцами, значит тот мир, то согласие, это действительно завоевание Великого Кебря. В этот же день патриотическая акция во славу общей победы состоялась у памятного знака в честь борцов за установление советской власти на Пинщине. В 1919 году на этом месте состоялся бой, в котором погибли 9 молодых пинских рабочих и крестьян. Трое из них, Алексей Комарчук, Максим Ливоцкий и Андрей Минич, были похоронены здесь же. Сегодня мы, белорусы, пользуемся многими завоеваниями октября. Бесплатное медицинское обслуживание, доступное образование, свобода совести и равенство гражданских прав. Эти и другие, кажущиеся нам естественными и неотъемлемыми блага, являются главными достижениями советской эпохи. Ведь если мы посмотрим на нашу экономику, на нашу социальную сферу, на спорт, физкультуру, здравоохранение, это социальная сфера, культуру, то практически почти все, что сейчас имеет Республика Беларусь, было создано вот тогда, в советское время. Возьмем наш город Пинск, почти все заводы, до малых исключений, почти весь жилищный фонд, почти все школы, детские сады, больницы были созданы в советское время. А раз так, то любой нормальный человек должен ценить то, что сделали его отцы и деды. Если он это не ценит, забывая, то у такого человека, у такого общества нет перспективы. Благодаря победе Великого Октября свершилась мечта многих поколений беларусов. Мы обрели независимое государство, открытое для друзей. Сегодня в год народного единства, в год сплоченности, солидарности и взаимопонимания беларусов, объединенных историей, традициями, культурой и общим духом уважения и равенства, Республика Беларусь уверенно идет собственным путем развития. Уважать историческую память народа обязан каждый из нас. Так как молодежь на всех этапах исторического развития была и будет одной из важнейших социально значимых сил, которая способна конструктивно влиять на все стороны жизни своего государства. Традиционно в канун дня Октябрьской революции в нашей стране открывались новые объекты. Чествовались передовики производства, лучшие люди с активной гражданской позицией, среди которых и женщины. Благодаря тем историческим событиям женщины получили право быть услышанными, иметь право голоса, право заниматься государственными делами. Я уверена, что роль женщин в Октябрьской революции далеко не оценена. И пусть женщины не зажгли пламя октября, но все-таки вдохновителями изменения к лучшей жизни женщины стали. Наша организация Белорусского союза женщин, как никто, понимает и теперь продвигает в жизнь те постулаты, которые легли в основу социального справедливого государства после Октябрьской революции. Самое главное, как сказал президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко, что мы должны усвоить – это мир и права человека. Традиционно к этому празднику городская организация Белорусского союза женщин проводит различные акции. В этот день были подведены итоги акции «На пути к успеху», которая проходит в рамках городского проекта «Имена славных женщин в истории города». Наиболее активные пенчанки, которые своей четкой гражданской позиции ведут за собой свои семьи и своих коллег, получили награды и памятные подарки. Продолжение следует...